Сюжет Сюжет этой трехпанельной картины, или триптиха, принесение благовестия Деве Марии Ангелам Гавриилам о том, что она должна стать Матерью Христа. Его слова от Богородицы, сокращенные на латыни, изображены на свитке между ними. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Крылья триптиха закрываются как ставни, чтобы защитить картину. На них изображены заказчики произведения – граф и графиня Латур-Доверни. Их имена Жан и Жанна на французском соответствуют Иоанну. Святые являются ихними покровителями. На левом крыле Иоанн Креститель, одетый в лохматую тунику из верблюжьей шерсти, которая напоминает о его пребывании в пустыне, и держит миниатюрного ягненка в подтверждении своих слов «Вот агнец Божий». Субтитры создавал DimaTorzok На правом крыле Иоанн Евангелист, которого можно узнать по его чаше с находящимся драконом. Французские стихи на свитках над каждым жертвователем возносят молитвы к Богородице от их имени. Свиток слева относится к спасению графа. Стихи справа просят богословить ребенка графиней. Поскольку пара поженилась в 1495 году, и так полагают, рождение первого ребенка было в 1498 году, картину датируют примерно 1497 годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта картина начала эпохи Возрождения во Франции. Расположение фигур на фоне ландшафта, которая простирается на всех трех панелях, выражает интерес эпохи Возрождения к изображению библейских фигур в естественной обстановке. Холмы и растительность, кажется, точно указывают на местность Овернь и на время Благовещения. Отличительными чертами стиля Возрождения является уход в пространство ландшафта и архитектуры, а также тени, тщательно нарисованные на стене, за голубем, символом Святого Духа и свитком Ангела. Архитектурные детали, колонны, капители показывают, что художник был знаком с архитектурой итальянского Возрождения или, по крайней мере, с ее гравюрами. Замечательная попытка реализма как в фигурах, так и в пейзаже. Хотя анатомия фигур не совсем удачна, размеры тяжести рук Богородицы демонстрируют усилия художника по воспроизведению рук такими, какими он их видел. Желание, высказанное на свитке о ребенке, исполнилось. Их дочь вышла замуж за члена прославленной семьи Медичи из Форенции. Ее дочь успешно вернулась во Францию в качестве жены будущего короля Генриха II, известная как королева Екатерина Медичи. Она играла доминирующую роль во французской политике и культуре своего времени. КОНЕЦ Триптих интересен своей историей. Несмотря на фламандское и итальянское влияние, стиль картины, кажется, указывает на то, что работа является редким примером французской провинциальной живописи конца XV века, вероятно написанной на месте для ее владельцев. Надпись XVIII века, нарисованная золотом на обратной стороне ставень и еще одна написанная на бумаге и прикрепленная к задней части центральной панели, дает достаточно полную историю его владельцев. После смерти графа, графиня хранила картину в своем замке Викликонте. Позже она завещала его французским монахам этого города, которые владели им до 1703 года, когда он был возвращен семье Латур-Доверн. В последующее время местонахождение картины было неизвестно, за исключением продажи в 1870-х годах. В 1957 году фонд Сэмуэля Кресса приобрел эту работу и впоследствии передал ее музею. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok